Всем привет! Итак, мы снова на слёте блогеров, и сюда приехал Сергей Саймон, с которым мы виделись уже в прошлом году. Друзья, привет! Сейчас мы будем смотреть на обновлённый набор, возимый в машине Сергея, и на мой тоже, потому что я много чего добавил. Ну давайте посмотрим, у нас тут крузак. Ну поменял я тот 120-й Prado, у меня был чуть-чуть маловатый, мне, я человек большой, да, не хватает места, взял 200-й и полностью его подготовил, переделал. Во многом, под свои экспедиции, под свои путешествия. Ну что, сейчас будешь рассказывать, отчитываться, что ты сюда накачал, надобавлял, будем уже брать крупным планом, что в багажнике. На этом лежать и спать? Да, это спальный модуль, такой органайзер, он же. Вот это дело полностью раскладывается, да, там два сидения падают у меня, и здесь я сплю. Здесь я уже провёл ночи больше, чем дома, наверное, за последний год. В этом месте. Кто-то делает большой спальник во всю длину, то есть во всю ширину, я не стал этого делать, потому что у меня тут обычно стоит рюкзак мой большой, да, то есть какие-то вещи, ну, то есть для меня это удобнее. Для двоих хватает места, если другое надо там? Вдвоём, да. Или подругу? С женщиной удобно, лучше. Понял. Снизу ящик с вещами, да? Так это всё устроено. Да, это вообще органайзер. Куча всяких ящичек. Так открывается. Здесь боковые ящички, вот видите, да? Там ещё два ящика, там у меня обычно питание лежит. Ага, давай начнём с внешнего. Что тут? Огнетушитель, розетки, расскажи про это. Да, самое главное, огнетушители два штуки у меня здесь, и один у меня всегда с моей стороны, с водительской, в двери торчит. Огнетушители в быстром доступе, то есть они легко сдёргиваются, что снутри с салона, что снаружи. Здесь преобразователь на 220 вольт, запитан напрямую от этого, от аккумулятора, через предохранитель. Розетка, ну, обычно у меня заряжаются здесь ноутбуки всякие, там электроника, когда не хватает штатных этих 12-вольтовых. Что у меня здесь? Подушечка моя, Toyota. Toyota. Можешь прокомментировать, почему три огнетушителя, ведь машина надёжная, почти новая. Неужели здесь такая опасность возгорания высокая? Вообще опасность возгорания... Может, ты прокачал что-то, да? Не-не, опасность возгорания высокая в любой машине, потому что чаще всего загорается проводка от какой-нибудь замыкания, либо от перегрева, там элементарно поставил, заряжает телефон, проводок коротнул, там загорелось, очень часто много таких возгораний. И второй опасность для меня, я езжу по жарким странам, да, вот крайний раз в Казахстане. Трава набивается под низ, под защиту и загорается от жары, от температуры. То есть, очень много машин горит именно в Казахстане на полевых дорогах. Это прям такая вот беда. Поэтому в машине, чем больше огнетушителей, тем лучше. Если при возгорании не успел потушить сразу, там, в первую минуту, то потом потушить очень тяжело, практически нереально. Спроси, много вообще людей здесь, у кого есть огнетушитель? Я думаю, только процентов у 20-30 максимум, у кого есть в машинах огнетушители. То есть, если кто-то сгорит, ну, кому тушить? Тем у кого есть. Да, компрессор Берку 24, самый большой, самый мощный. Ну, у меня попроще, конечно, маленький. Камазовские колеса можно качать. Ну, вообще, я планирую ставить стационарный. Я ставил компрессор стационарный в машину под капот, но он у меня чуть сломался. Вот это насос. Тебе такой не нужен, потому что у тебя колеса маленькие. А у меня бывает, там, приходится за день по два раза спускаться, накачиваться по пескам. Когда идешь, ты спускаешься постоянно. Выходишь с песков, накачиваешься по снегу, по льду. То есть, это такой очень рабочий инструмент в машине. А подключаешься его напрямую к клемму аккумулятора или как-то по-особенному? Нет, этот у меня, у нас он напрямую на клеммы цепляется. Это такой чисто этот. Когда ты с ним работаешь, куда? Прикуриватель? Нет, нет, на клемму аккумулятор. Только на клеммы такой? Да, прикуриватель сплавится. Все, понял. Не выдержит. Потому что очень мощный свитч, какое сечение проводов. То есть, капот нужно все время открывать, да? Да. Поэтому я ставил стационарный и снова буду ставить стационарный. Потому что зимой это на холоде очень неудобно делать. Постоянно тут прыгать с этими клеммами. Сумка прочная. Сумка огонь. Расскажи, что тут за бутылия? Есть ли канистра с бензином запасная? Где она стоит? Здесь обычная вода. Питьевая, чисто всегда вожу пару 5-литровок с собой. Но планирую поставить какой-то стационарный бак под воду. Пока не знаю как, но буду думать. Это потому что необходимость. А он не будет затухать там в этом баке, там его мыть надо, наверное? Ну да, его надо мыть. То есть, нужно делать слив, дренаж. Но опять же, он будет налить не всегда, а уже где-то в экспедициях. По топливу у меня канистр нету, но у меня есть дополнительный бак на 180 литров. А, ну тогда вопрос решен. Канистра не нужна сейчас. У меня внизу под жопой стоит этот бак. Итого у меня сейчас почти 300 литров солянки со мной всегда. Вот это палатка, стульчик складной и рюкзак. В рюкзаке масса снаряжения, по которой есть отдельный видос. Так? Да, рюкзак. Мы не будем, наверное, подробно сказать. Ну, в основном теплые вещи какие-то там, питание. То есть, вещи, которые необходимы в случае, если мне надо куда-то там выйти. Либо что-то, если случилось неординарное. Огонь, нож, питание, веревки какие-то, карабины. Расскажи про преобразователь. Он не греется? Работает ли он нормально? Ничего страшного, если к нему рюкзак прижат? Не, он очень мощный специально, я взял самый мощный на 2000 ватт, поэтому он, ну, практически не греется, да, он работает. Ну, вот у меня самое большое, там, сутки он работал, не выключая. То есть, я ехал целый день, он у меня работал всегда в жару, причем в этом, в Казахстане. Вот эта вот розеточка сверху, она приклеена. Да, да, тут обычный этот, птичий. Ага, вот это лайфхак, кстати. Да, вот, да, кстати, да, прикольно, удобно, такие, если тремовские липучки, да, то есть, пластиковые. И у меня там еще где-то они приклеены. Так можно и вот сюда, например, эту розетку приклеить, да, на этот материал. Да, где удобно будет, она у меня, как это называется, рундук или как-то так? Органайзер, либо рундук, да. Ну, давай вот так, наверное, лучше сделаем. О, вот это неожиданно, что он так умеет. Это у меня стропа динамическая, еще одна у меня. У ребят в Айсузу, сегодня с утра я их выдергивал, они в этом, в озере застряли, в реке. О, да. Так, а это что за штучки? Это шаклы. А расскажи про них. Ну, это для того, чтобы прицепить веревку к чему-то. Сделается вот так, да, то есть, и цепляется. И он выдерживает, да. Да, цепляется за счет узла. Да, ну вот, смотри, сегодня дергали. Сначала меня дергали, я засадил свое. Потом его Айсуза я дергал. То есть, вот. Вот этой штукой. Да. Я обязательно такие куплю. У меня один раз была ситуация, что моими карабинами как-то меня дергали на буханке. И там как-то было неудобно пристегиваться. У меня карабины были кривые. В итоге меня бы такая выручила. Карабины, да, не железные, не гибкие. И карабин может погнуться. На самом деле, то есть, он таких рывковых ударов он не выдерживает. Полезная вещь, ребята. Да, это именно кевларовая стропа динамическая. То есть, она держит удары, ну, рывковые удары. Угу. О, кстати, да, прикольная штука. Так, так, так. Давно снять хочу. Даже что-то я не пойму. Это, типа, машину мать? Что это за шланг? Это берпутовский перекачной насос. То есть, вот эта, вот эта часть погружается куда-то в бутылку. Вот в 5-литровку можно, либо в канистру. Он подключается где-то, а вот отсюда, на 12-вольтовую розетку. И этот шланг, то есть, включаешь вот так вот он, и он качает воду. Слушай, какое интересное решение. Плюс, туда есть насадка, душ. То есть, им можно очень хорошо мыться, особенно вот в жаре. Я бы такую штуку хотел иметь. Да. То есть, тачку помыть ее вообще шикарно. Ну, насчет мыть, она не очень... Напор не тот. Ну, хотя бы не из ведерка поливать и потом... Ну, да, полить можно, но это, конечно, в основном они используют для, по крайней мере, для насоса, для перекачки жидкости и технических жидкостей. А я использую как душ. То есть, мне больше нравится как душ. Слушай, даже это можно где-то в катере использовать, если там водой затапливает, как слив. Да, откачивать запасно можно. Только розетка нужна, 12-вольт. Да, 12-вольтовая розетка. Пустая бутылка. Сложная, с откачанным воздухом. Почему я до сих пор такую себе не положил? Это же круто. Не знаю. Обязательно сделаю. Такой туристический лайфхак тоже. Ну, здесь всякие жидкости, смазки, масло дополнительное. Ага. Присадки всякие. Воронки. Да, воронка обязательно тоже всегда. Веревка. Полиэтиленовый шнур. Да, шнур. Здесь что еще? Провода. Тут у меня всякие лампочки. А лопатка где? Лопатка. Ну, на крыше лопатка. Не здесь? Нет, это что, ломик? Нет, это обычная труба, вороток, удлинитель, колеса открутить. Еще что-нибудь поддеть. Здесь там всякие веревки обычные, да, тут там не знаю, сколько-то метров у меня набор. Так где-то что-то подвязать. Противоткаты. Вот шаклы, да, вот металлические, да, то есть, ну, тоже один у меня валяется всегда. Еще трос. Тросов много не бывает, они рвутся. Тут что еще? А, ну, это, это, этот, так. Система для, если, допустим, надо машину выдергивать под углом, то есть, есть столб, там, либо дерево, точка опоры, да, но машины стоят так, что их, ну, не вытянешь. То есть, кладется блок, и через блок пропускается трос. То есть, и это вот через блок можно делать, задавать определенный угол веревки. Что еще? А, тут ключи, инструменты, ключи обычные, шашки две дымовые. Ого, это интересно. Ну, так, на всякий случай. Дымовые шашки, как их покупаются? Они где продаются? А, это обычные. Охотничьи? Да, это охотничьи, даже, по-моему, строкбольные какие-то. Ну, они не настоящие, конечно же. Я просто так, так скажу, дымовые шашки. Настоящие небольшие, не очень нормные, хватит, и это такой компромиссный вариант. Так, здесь у меня, здесь аптечка. Какая-то тактическая. Ну, давай покажем, все-таки моим зрителям, я думаю, будет интересно. Ну, не тактическая, просто подсумок обычный ССОшный. Это союз, как там, спецоснащение подсумок. Ну, а сборка уже моя. То есть, здесь я уже сам собирал, здесь полностью. Здесь бинты, антишок набор, привязочный пакет ИПП. ИПП. Да, здесь у меня этот хирургический набор американский. Капли зубные, тут глазные, жгуты, таблетки. Что такое зубные капли? Зубные капли, когда зубы болят, то есть, они снимают, в некотором смысле, небольшую боль они снимают. А капать надо на зуб? Да, прям ватку мочишь, и зуб больной. Ну, если сильное, там что-то прям, нерв оголенный, конечно, не поможет. Но если такая ноющая, там, не сильная боль, то, в принципе, помогает. Никогда такого не видел. Зубные капли. Нет, да, прикольная вещь, рекомендую. Всякие одеяла, спасатели. Короче, тут самое не такое. А есть ли у тебя какая-то мини-аптечка где-нибудь в бардачке, ну, там, с самым таким адски необходимым? Нет, у меня такой аптечки нету. Только здесь в багажнике? Да, но я сейчас планирую, я ищу подсумок, тоже подсмотрел у ребят, у военных. Цепляют на задний подголовник, в девичку, да, то есть такую же, там, быстросъемную. Я вот сейчас выбираю себе подсумок. Сейчас на экран выведем, как это выглядит. Да, поменьше. Очень удобная тема, и там как раз можно, там, самое необходимое. Ну, у меня есть моя вот такая сумочка. Здесь у меня, там, какие-то минимальный набор таблеток, жгут, там, что-то такое лежит. Резиновые сапоги, горелки. Да, горелка. И обычное туристическое снаряжение. Дождевик, поджопник, здесь у меня горелка, там, что-то, какие-то. Ну, все для туризма. Да, вот здесь, как-то. Резиновые сапоги самая полезная вещь. Да, да, да. Казалось бы. Ну, тут, в общем, такая, вещи, которые, там, для обихода. Так, ну, здесь вот такой небольшой отделчик за сиденьем. Ну, здесь у меня вещи. Тут у меня рабочая проба лежит, там. Не знаю, что это флаг. О, кстати, да, это Равиновский флаг, мне спонсорство. Вожу с собой. Там лежит этот фубрик у меня, расставной. Ага. Тюристический каремат. Так. О, вот это, кстати, классная тема, рекомендую. Вот так вот, резиновый бак. Подвода. Насколько литров? Подвода. Это, по-моему, огромный. О, я не помню. Литров на 20, наверное, этот. Может, даже чуть-чуть побольше. Да, 25 литров. Как резиновое ведро выполнено или как закручивающееся? Придется показывать, ты так рассказал. Придется показывать, что это за бак. Давай, я вот в последний раз съездил в Казахстан, брал. Ну, я брал поменьше на 18, но мне его не хватило. Вот заеду на 20. Ого, какой прошитый. Да. Он офигенный прям. То есть здесь заливное от горла, здесь сливное. И, соответственно, два, да. Да, в чем плюс то, что он мягкий. Ты можешь его положить, он примет форму, там, место. И кордуры защищена резина. Да. Хорошо. Не воняет вода? Неа. Здесь правильно сделано, значит, с правильной резиной. Нет, да, очень качественная тема. Я прям сам, для меня это было открытием. Еще у меня одно отделение. Здесь у меня только продукты. Кастрюльки и набор тут всякого-всякого. Ядового. Тушенки эти, армейские эти, все в пайки. Вот, чай, кстати, есть. Холодильника нету в автомобиле? Холодильника нет, но я планирую... Для жарких стран уже было бы классно. Я планирую сейчас вот как раз сюда купить отдельный холодильник, компрессорный, вот в это место поставить. Вот. Потому что, ну, тема, да, нужная. Я вот испытываю недостаток его, холодильника. Соответственно, сидение можно сложить назад, и появится второй ряд сидений полноценный. Здесь у тебя обогреватель установлен? Да, это автономный отопитель. Он не зависит от того, работает машина, не работает. Он запитан напрямую на аккумулятор, и топливо подается напрямую с бака. Он включается, вот у меня рубильник на него, и машина отопливается. Сигналки можно запустить? У меня не подключено. Вообще можно, но я не подключал. Понял. У меня дистанционный еще обогреватель этого двигателя есть, тоже Вебаста. То есть он работает, да, с кнопки с пульта. Ага. А это, ну, это такой чисто фактический вариант, когда не хватает штатной печки, где-то на холоде, то его допускаешь, запускаешь. В карманах какие-нибудь лайфхаки есть? Ну, здесь ничего, здесь так мелочь. Ну, жилет отражающий, ну, это понятно. Да, жилетка, жилетка. Ну, стандартный набор, я думаю. Что такого интересного? Давайте смотреть, что спереди. Давай. О, двойное остекление, видел, да? Нет, пока. Давай про это расскажем. Оркстекло. Стекло обычное, но сверху наклеен кусок оргстекла, вырезан по размеру и на обычный двухсторонний скотч прилеплен. Изнутри? Да, изнутри. Ага, расскажи про цель. Но при этом сохранилась функция поднять-опустить, то есть это работает. Нужно, опять же, для северных регионов, для холода, то есть создается эффект холодильника. То есть между основным стеклом и этим стеклом воздушная прослойка, что препятствует быстрому охлаждению салона. Ага, соответственно, спереди-то так же? Нет, спереди так нет, потому что неудобно, ну, преломляет свет и плохо видно через него. Ну, это... Это чисто зад у меня сделано, потому что спальная жилая зона, я тут сплю сзади. И... Ну, спереди-то все исходит, ну, хоть как-то попытался решить ситуацию. А ну, спереди, ну, тоже ставят, но неудобно ездить. Плохо видно, отражает свет плюс... Тарапает, сорок стекла. Что тут, расскажи, в водительской двери. Плицовые баллоны, ножи, томогавки. Нет, здесь обычный вот огнетушитель, про который говорил, мини-пожарный. Такой вот интересный вещь. Пенный огнетушитель, а как раз используется для тушения электроприборов, электроники, он не замкнет у вас ничего, и от него нету порошка. То есть, если сюда дунуть порошковым, потом неделю будешь отмывать, а это такой... То есть, обязательно под рукой должен быть. Интересная вещь для такой экспедиционной машины, но не для обычной геркаушки. Ну, больше здесь еще нет, там нож еще лежит. Ну что, мы внутри, рассказывай, что тут. Баллончик перцовый вот здесь вот спрятан. Не, он здесь неудобно, вот здесь вываливается. То есть, баллончик у меня вот под рукой. Акку, покажи. Ага. А вот здесь вот, помню, был на коробке. Да, на этом у меня, на Prado был на ручке, ну, там была ручка длинная, он там не мешал. А здесь он будет мешать, можно случайно нажать. Здесь я вот его сюда перенес. Ага. Пока оптимальное место, более оптимального не придумал. Очень много народ писал, типа, почему так много перцового баллона было в машине? Их было штуки три или что-то подобное. Везде просто. И там, и тут. А сейчас один всего? Нет, сейчас их два. То есть, один здесь, и второй еще там лежит внизу. Вот он. Глубоко. Ага. Все, понял, да. У меня тоже такой был, подарил недавно. Ну, у меня кроме баллончика просто еще есть средства самообороны. Поэтому. Ага. Расскажи про фонарик. Армитек? А, да, фонарик Армитек. Ну-ка давай, это же интересно в сообществе любителей фонарей. Да, фонарик Армитек. Вот такой вот. Ага. Еще плюс, у меня один со мной всегда в этом. А налобное крепление от кого? Это тоже от Армитек. А можно вот этот установить в это крепление? Или нельзя? Нет, этот не подойдет. У меня для налобного. Вот такой у меня, этот у меня всегда в кармане. Итак, здесь бутылка с водой обычно возишь. Ага. Эспандер. Эспандер, да. Тренировать хват. Когда в пробке стоишь. Да. Хорошая тема. Может мне тоже так сделать? Ну, это прямо такой лайфхак. Расскажи про рацию. В каком диапазоне работает? Что за рация? Как она здесь закреплена? Рация обычная Сибишка. Вектор Смарт, по-моему, 27-й. Здесь она закреплена. О, опять же, на такой вот. Это на липучке. Да, на липучку вот эту тремовскую. То есть и туда провода уходят у меня вниз. Ну, она снимается, если надо. Я могу здесь отключить контакты и снять ее. Никаких вопросов у ментов это никогда не вызывало? Нет, у нас рации не запрещены. Ну, гражданский диапазон и все такое. Да, да, есть у кого я там... Хотя бы спрашивали, типа... Нет, никогда. Легальная рация или нет? Здесь на магните тангента? Да, здесь обычный этот, ну, шар магнитный. Вот, вот она таким вот образом работает. В экспедициях работает только на Сиби диапазоне? Нет, Сибишка. На каких-нибудь ПМР, там, ЛПД, на двухметровом? Работает? Нет, это вообще не столько для экспедиции, сколько для трассы, то есть для работы с дальнобойщиками. То есть на ней сидят все дальнобойщики. 15-й канал, FM либо АМ где-то. Вот, а для общения между экипажем у меня обычная вот такая УКВ-шка. Ультракороткие волны. Да, ультракороткие. Пауфинку В-82. Ну, видос я как-то сниму. Да, ну, плюс у меня длинная антенна еще под нее есть. Вот, ну, я сейчас планирую поставить стационарный сюда какой-нибудь ЯСУ, тоже УКВ-шка. Ну, ЯСУ это уже уровень. Да, то есть, ну, это маломощное. Хватает для, там, метров 500, может быть, километр по прямой. А дальше уже начинает это. Не выходя из машины. Да, да. Это, видимо, из-за холмистой местности. У меня так, если с машины до дома, допустим, там 5 километров работает, это, видимо, зависит от холмистой местности. Очень, УКВ-волны, они очень зависят от прохождения. Они же от атмосферы не отражаются. Поэтому только прямая видимость. Это ограничение. Расскажи про вот эти штучки. Это что такое? Это такой лайфхак крепления для планшета навигации. Вот обычный планшет у меня какой-то. Ой, да. И здесь две металлические пластины. А это опять те же самые магнитные, круглые. Вот они, да? О-о-о. И это дело делается вот так вот. Тут везде у тебя эти круглые штукенции применены. Да, удобно. Интересно. Удобно или пучки дают. Интересно. Держит надежно по всем говну, по всем ямам. Никогда проблем не было. Очень крутое. Плюс его можно там наклонить туда-сюда сильнее. Либо убрать в бардачок. Слушай, я не видел пока ножей и топоров. И мачет. Где? А, о-о-о. Ну, один нож. Все-таки здесь припятан. Здесь всегда под рукой. Вот он. То есть в быстром доступе. Вот такой у меня нож. Хороший ограничитель есть. Да. Без названия. Это авторская работа одного кузнеца. Нормально. Да. Выглядит опасно. Да. Полтанк. Ну и топор здесь у меня за сиденьем. Как всегда. За пассажирским. Мой любимый. Фискар. Все то же самое. Обмотка паракордом. Да. Да. И чехольчик такой вот. Из кожи. Да. Хэнмэй. Ну что ж. Это, наверное, все, чем мы хотели поделиться. Поделиться есть многим. Но хватит. Всего знать не нужно. Уже 20 минут. Все секреты в следующем выпуске через год. Да-да-да. В следующем году увидимся. Досмотрим, да. Всем пока. Так, друзья мои, что тут у меня интересненького в машине. Во-первых, вот такой вот баллончик с крышечкой. Аэрозольно-струйный с крышечкой, чтобы случайно не нажался. Вот здесь вот ездит в кармане вместе с тряпочками, со всякими платочками и так далее. Также здесь из интересного ножек фирмы Rake китайской. Ножек с всякими многими инструментами. С вот таким вот клиночком, с замочком. Здесь есть даже нечто вроде стропореза, ремнереза, вот подобного. Есть еще небольшая пила. На всякий случай валяется. В чехле неоперативный доступ. Чисто утилитарные задачи для него. Вот чехол от фонаря Fenix. Вот такой вот. Отлично к нему подходит. Вот эти крепежки установил. Достаточно удобно, чтобы кабель пропускать. Дальше бумажка. Скоро вернусь. Всякие салфетки. Нож для грибов. Солнцезащитные очки. Давайте посмотрим, что вот здесь. Вот там бинокль. Компактный маленький бинокль. Вот такой вот. Мне кажется, это полезная штука. Иногда пригождается. Дальше адаптер от прикуривателя на USB. Влажные салфетки. Фонарик на лобник Fenix. Маленький. С лунным светом ближнего боя. И вот здесь вот в чехольчиках. Различные кабели с адаптерами. Ключики всякие. Еще один фонарик. Зажигалка. Карандаши. Какой-то мини-ножик. Еще микрофонарик. Кнопочка. Пинцет. Здесь у нас. Карта Санкт-Петербурга подробная. И карта Ленобласти. Всякие диски. ПДД. Пакеты и прочая ерунда. Это все хранится в бардачке. Ну то есть из полезных таких тактических вещей. Фонарик, бинокль здесь. И ножик. Справа здесь тоже всякие полезные вещи. Тряпка из микрофибры. Мусорные пакеты. И так далее. На автоключах болтается вот такой вот фонарик. Nightcore Tube. Здесь жвачки. Еще в багажнике вот такая вот пила. Fiskars. В отличие от топора. Ей безопасно пилить. Рубить. Легче чем топор. Справляется со стволиками вот такого вот диаметра на мой взгляд. Топор тоже думал положить. Но все таки выбор склонился к пиле. Пила вот такая вот в багажнике каждого автомобиля необходимая штука. Недавно у нас мы ездили со знакомым тут. У него в машине подобной пилы не было. И мы очень подосадовали. Потому что не удалось взять нужные образцы. А будь вот такая вот пила в машине. Мы бы их смогли выпилить. В общем здесь дальше. Два огнетушителя. Всякие жилетки. Насос, беркут, бутылка с водой, различные щетки, тряпки, прочные сумки из Икеи. Всякие вороночки и так далее. В общем все необходимое. Здесь все это прикрыто тряпочкой. Находится в такой боковой нише в сумке. С этой стороны по сути все без изменений. Здесь аптечка, ножичек с фиксированным клинком. ВДшка вот там вот внизу. Здесь некоторый инструмент. Самый-самый оперативно необходимый. Здесь у нас мультиинструмент. Мульти-тул. Здесь у нас гель для рук. И вот здесь у нас находится рация. Маленькая рация. Гражданская. Пуксинг. Рация Пуксинг ПХ-2Р. Вот в этом органайзере. Это органайзер, который крепится на липучку от компании Мэкспедишн. Здесь у нас нечто вроде таких батончиков питательных. Если нужных, можно сожрать. Так, различные пластыри, клеи, отвертка. И здесь еще... Что это такое? Это зарядка для лития 18650. На всякий случай можно от прикурителя что-то заряжать. Под днищем складная лопатка. Это не очень круто. Лучше всего иметь надежную лопатку МПЛ-50. А не вот такой вот складной вариант. Но складной вариант на безрывье пойдет. Дальше трос растягивающийся. Трос обычный. Два тросика, потому что они часто рвутся. Особенно если недорогие стропы для крепления чего-то. Ну, запаска и домкрат и еще много всяких инструментов. Ну, вот. Друзья мои, нужен дельный совет напоследок. Как бы куда устанавливать здесь бутылку. Здесь на водительском месте нет отсека под бутылку. Вот здесь вот тоже нет никаких отсеков под бутылки. Может быть сюда какой-то адаптер. Или вот сюда какой-то адаптер. Или вот сюда какой-то адаптер, чтобы ставить туда бутылку. Потому что она всегда здесь болтается. Это неудобно. Я присматривался на Алиэкспресс к различным вариантам. Но так ничего подходящего для себя не нашел. Кстати, этот подлокотник оторвался в этом году. Пришлось его приклеить на эпоксидку. Он теперь монолитный. Не задирается вверх. Видел также какие-то крепежи для бутылок, что ли, вот в этой решетке. Или что-то подобное. Но это уже, по-моему, через чур. Вот. Эта ниша ничем не занята. Возможно, стоит сюда все-таки, если я занимаюсь этой тематикой, мне это интересно, установить рацию. Маленькую рацию поставить, антенну поставить. И чтобы все это было, это радиосвязь. Потому что иногда бывает, выезжаешь в такое место, где нужно связываться, так сказать, с базовым лагерем. Но, находясь в машине, отъезжая на километров 15. Вот. Поэтому это может быть полезная штука. Вот эта ниша как раз под радиостанцию. Впрочем, сюда очень удобно мобилку класть. Она не выпадает из-за бортика. Вот. Поэтому принимаются советы, какую радиостанцию взять. Чтобы небольшая сюда влезла, висела бы здесь тангента, антенну на крышу. Вот. Также нужно, конечно, из тюнинга какую-то нормальную магнитолу по современному с USB-разъемом. И провод вот этот провести как-то под панелями к регистратору. Вот эти рожки – это временное решение. Ну, у меня, конечно, не так, как у Сергея Саймона. Набор организован. У меня попроще. Гражданская машина не какая-то экспедиционная. На зиму используется, кладется вот такая вот лопата. Лопата Фискарс с обрезанной ручкой. Вот. А чтобы лед отбивать, это уже МПЛ. А вот это вот, это больше для жесткого снега. Такая здоровая лопата Фискарс. Но после обрезки ручкой она не такая уж и здоровая стала. Так что вот зимой добавляется еще лопата. Такая и маленькая для отбития льда. Ну и по сравнению с прошлым годом, что у меня изменилось? Добавился бинокль, добавилась пила Фискарс, перцовый баллончик с крышечкой, с колпачком. И нож Рейк в передний карман. И может быть еще какой-то из фонариков. Фонарики лишними не будут. А так, в принципе, все по-прежнему. Все, наверное, чем хотел поделиться. Ссылочки и дополнительная информация в описании. Все. Всем пока. Увидимся на канале.